8 старооскольских школьников набрали по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии. Еще 18 юношей и девушек вплотную приблизились к максимальному результату, заработав по 98 баллов. О предварительных результатах итоговой школьной аттестации в следующем материале. По предварительным данным, итоги ЕГЭ 2018 в Старомосколе практически на уровне прошлого года. На сегодня известны результаты по 7 экзаменам. Это базовая и профильная математика, русский язык, информатика, география, химия и история. По химии вырос средний балл по сравнению с прошлым годом на 3 балла и по русскому языку на 2 балла. Средний балл в этом учебном году по русскому языку составил 74,7, то есть из 100 баллов. По математике 46 баллов, по информатике 54, по истории 56, по химии 61 и по географии 54 балла. Четверо староскольских выпускников набрали максимальный балл по русскому языку и четверо по химии. В прошлом году 100 баллников было 7 человек. Все школьники Белгородчины, набравшие 100 баллов за ЕГЭ, получат губернаторскую премию по 58 тысяч рублей за предмет. По количеству 100 баллников лидирует 40 школа, у них на сегодняшний день 4 человека получили 100 баллов. И по одному ребенку, набравшим 100 баллов в 20 школе, 24, 27 и 28 школах. И 18 человек имеют 98 баллов по русскому языку. 374 ребенка по русскому языку получили высокобальный результат свыше 80 баллов. Двое староскольских выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку и 22 по математике. Еще один юноша был удален с экзамена. При нем обнаружили шпаргалку и мобильный телефон. Тем, кому не удастся сдать ЕГЭ со второй попытки, пересдача предстоит следующим летом. В прошлом году таких выпускников было четверо. Спустя год они вновь на общих основаниях сдавали ЕГЭ. Кстати, для поступления в ВУЗа нужно набрать минимум 36 баллов, а для получения аттестата – 24. Самым популярным предметом по выбору уже много лет является общество знания. В этом году его выбрали для сдачи 602 11-классника. Это 60% всех выпускников. Результаты ЕГЭ по обществознанию, физике, биологии, иностранным языкам и литературе станут известны до 5 июля.